Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 838. События дня. Псалом 40, 12 стих. «И с того узнаешь, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом Твоим навеки». За 31 марта 2018 года. Сегодня 1 апреля. Вот эти стихи я прочитал в 1962 году. Первый раз я понял, как узнать, Бог ко мне расположен или нет. А оказывается, ответ вот он где, в 40-м Псалме. «Если Бог благоволит ко мне, враг мой не восторжествует надо мной». А как восторжествует? Не оторвет меня от веры. У меня будет все по-божьему. Но меня сохранишь, притом не просто враги не одолеют, а в целости моей. То есть нигде не повредят учение Христово, которое я принял. И поставишь перед лицом Твоим ни на день, ни на два, а на веки. Рустам, здравствуйте, мир вам. Смысл изучать на православном чате Библию святую людям, которые ничем не отличаются от тех людей, которые не находятся в вашем общении? Я буду держаться за православие крепко двумя руками, несмотря ни на что. Одна жизнь все равно. Кому церковь мать, тому Бог отец. А кому церковь не мать, тому не надо общины. Хватит загона для свиней. Ну, посмотрим, Рустам, как будет. Когда так вот люди начинают клянуть, я очень тревожен. Вот у нас были люди, которые говорят, ну что ты делаешь, я из общины не уйду, я уже знаю, это кандидат выйдет, он выйдет. Ну, конечно, хорошие слова, все, но молись, чтобы это исполнилось. Наткнешься на каких-нибудь сектантов-то, ну и мозги сбекренят, и все, не дай Бог, конечно. Евгений Трапко. Виталий, прослышал. Сначала подумал, что это свидетельство Екатерины, которая проживала у Надежды Васильевны. Все знают. Она из баптистов обратилась. Я так понял, это другая Екатерина, да? Виталий Калиников. Не зная даже. Главная молитва из опыта Игната Тихоновича. Ну, там про Тинникову говорится, а здесь другая, если сказать, Екатерина. Ксения Юрова. Вот это Екатерина. Сразу подсказали. Евгений Трапко. Киприан Карфагенский о Десятине. Из трактата о Единстве Церкви. А у нас и единодушие скудело, и умолилась щедрость в подаянии. Тогда продавали дома и села, и, слагая себе сокровища на небе, получаемую плату отдавали апостолам для раздела им неимущим. Мы же не уделяем ныне и десятой части от своих стяжаний. И когда Господь повелевает продавать их, мы тем более покупаем и приумножаем. Так у нас оскудела сила веры. Так умолилась крепость верующих. И потому-то Господь, предвидя времена наши, говорит в своем Евангелии. Сын человеческий пришед, обрящет ли веру на земле. Как применили. Здорово все. Это Киприан Карфагенский. Пятый век еще. Луки 18.8. Виталий Калинников. Человек не изменился. Что было, то и есть. И будет тоже. Евгений Трапко. Ксения. Благодарю. Я узнал эту женщину из бесед с Игнаем Тихоновичем. Она из ревностных. Слава Христу. Андрей Рогачевский. Виталя. Все стало еще более запущено. С приходом цивилизации. Виталий Калинников. Друзья, поддержите брата Валерия. Прокомментируйте во свете Библии. Ну там дети его не признают. Он давай там, что-то попало. Дает секунды. За секунды должен ребенок ответить. И тогда иначе я тебе вроде Анапе придам ребенка. Ксения Юрова. Да, Екатерина. Молодец. Настоящий локомотив. Мы несколько раз общались с ней по телефону. Подожди, смотри. Да, Екатерина. Молодец. Ты считаешь. Это запятая одна, а здесь сзади нет. Если бы была запятая сзади, а значит, да, Екатерина, ты молодец. А тут, да, Екатерина, молодец. Совершенно другая интонация. Знаки припинания она правильно ставит. Грамотный человек. Дальше. Мы несколько раз общались с ней по телефону. И я знаю некоторые подробности ее трудов. Смелости и стойкости этой хрупкой женщины можно только стоя аплодировать. Вот так. И стихи пишет, и встречается, и другие подготавливают к крещению. Евтушенко Сергей. Виталий Калиников. За него только помолиться можно. Мое мнение, человек не в себе. Это вот об этом, которым говорит впереди. Валерия. Валерия каком-то. Я посмотрел, там смотреть нечего. Виталий Калиников. Видимо, тепли молится Екатерина. В чем он не прав? Евгений Трапко. Нынче сестрам легче собираться вместе, чем братьям. Как кто-то сказал, нынешнее православие составляет 90% женщин. За главенство мужчин охотится дьявол. Все президенты, цари земные, так сказать, все бритые. А борода – это власть мужчины. Сегодня мужчины без истинной власти, безбородые. А наш Господь – лев из колена Иудина. И мы должны быть львами от семени Христа. Виталий Калиников. Хорошо масоны поработали. Внедрили моду на блудодейную ересь. Евгений Трапко. Мир ждет приход настоящих мужчин. И эти мужчины должны прийти из церкви. Виталий Калиников. Что-то Евтушенко Сергей. Помолитесь хоть за него, Сергей, и меня помяните недалекого. Виталий Калиников. Обличи меня, в чем я пригрешил. Евтушенко Сергей. Прости, Виталий. Я не буду тратить час своей жизни на разбор каждого ролика об этом человеке. О том, который впереди был. И кто я такой, чтобы вас обречать в чем-то? Мы даже лично не знакомы. Максимум, что я могу сделать, так это поделиться своим мнением. Лучше к Игнату Тихоновичу обратитесь. Он может вам дать ответ. На меня все скидывают. У меня времени нету, милые мои. Нету совсем. Который будет для вас полезным и авторитетным. Евтушенко Сергей. Ну вот авторитет говорит. О, авторитет. За авторитет борьтесь, а как? Авторитет, без этого тебя услышать никто не будет. Кавычка открыта. Я тебе даю 10 секунд попросить прощения, а потом отлучаю. Они берут того Валерия, который сыну говорит. Это говорит отец сыну. Он просто болен на всю голову, похоже. Чаплин хорошо сказал. А то попы столько свечек продали за это время. И все. Подобного не слышно ни от одного попа. Евтушенко Сергей. Ему самому от причастия отойти и молиться, и каяться в грехах. А то плохо кончит. Виталий Калиников. Сергей. Не вникнув в жизненную ситуацию, не выносите мнение. Оно может оказаться ошибочным. Евтушенко Сергей. Сами спросили, и теперь говорите, не выноси мнение. Это такая шутка. Виталий Калиников. Не стали вникать, а поверхностно выносить мнение. Уж воздержитесь, не тратьте драгоценное время. Видишь, какой у них разговор цепляют друг друга. Евтушенко Сергей. Да я уже все высказал. Чего уж там о времени говорить. Наталья Усатая. Ему надо было с пеленок воспитывать. А сейчас ребенок большой и не до конца понимает, что требует отец от него. Он только таким образом отталкивает от себя детей. Елена. Жуткий ролик про мужчину. Жуткий. В нем обида кипит. Гусейнов Рустам. Если жена разводится при живом муже, она дает ему повод прелюбодействовать. Таким образом, она уже прелюбодейка и под грехом. Это по Евангелию. А дети должны слушаться своих родителей. Это тоже по Евангелию. Таким образом, этот священник прав во свете Библии. Каноны на такие деяния, наверное, тоже имеются. Евтушенко Сергей. Да он и не священник даже. Гусейнов Рустам. Даже если он и не священник. Виталий Калиников. Она уже несколько лет скрывает от него детей. Евгений Трабко. Посмотрел его YouTube канал. Он апологическую борьбу... Апологетическую? Апологетическую борьбу ведет против МП. Этот человек не состоит в МП. Не состоит в МП? Вопрос. Да. Где он находится? Гусейнов Рустам. Я просто подумал, что он священник. Но это дело не меняет. Наталья Усатая. Это против закона Российской Федерации. Виталий Калиников. Он в МП. Он борется против прелюбодейной ереси. Наталья Усатая. А как суд назначил встречи? Почему он не обратился к адвокату, а лучше к Богу? Евгений Трабко. Понятно. Только сегодня первый раз на его канал попал. Гусейнов Рустам. Против закона Российской Федерации. Но во свете Библии. Елена. С мельницей борется. Оставить их надо. И молиться. Наталья Усатая. Тяжело ему. Видно, болезненно переносит скорбь. Виталий Калиников. Елена. Господь попустил. Пусть молится и кается. Как всегда, дети – разменная монета. Виталий Калиников. В руках прелюбодеек. Гусейнов Рустам. МП против Евангелия. Ничего не изменилось. Виталий Калиников. Попы и здесь отличились. Гусейнов Рустам. Да, детей жалко. Плюс безотцовщина. Елена. Чужая семья потемки. Молиться со дна моря достает. Вот и не бегать надо, а молиться Господу. Он допустил это, и он управит так, как надо. Наталья Усатая. Я считаю, только один раз венчаться и навсегда. А два-три – это уже неправильно. Елена. Да там все с ног на голову поставлено, видать. Наталья Усатая. Или простить и вернуть жену, но снять с себя с сан. Какой он сейчас священник, если разведенный? Елена. Он священник? Евтушенко Сергей. Нет. Гусейнов Рустам. Сплошной обман в церквях сейчас. Как с крещением, так и с браками. Евтушенко Сергей. Он даже официально не расписан с женой, только венчание. Ребенок без отца. Выходит записан. Вот это ребенок без отца выходит записан? Слово «выходит» вставное, с двух сторон запятые. Никто не выходит, там не ходит, а просто, получается, он не записан? Ребенок без отца выходит записан. Елена. Надо жену выбирать, молясь. Точка. Только вот вопрос, кто его венчал без расписки в ЗАГСе? Наталья Усатая. Если венцы не одевают на головы, какое же это венчание? На голову. На голову. На голову. Гусейнов Рустам. Это точно. Но по Евангелию он прав перед Богом. Он же не инициатор развода. Инициатор. Инициатор развода. А жена. Елена. Сам запутался. А теперь-то что? Наталья Усатая. Обман и ложь сплошная повсюду. Не считай, а просто Рустам. Гусейнов и не надо. Рустам. Это уже законы Российской Федерации, а не церковные законы. Сергей. Она уже ребенка родила в другом браке, насколько я понял. Елена. Мрак. Етушенко и Сергей. Все ничего, но кричать ребенку даю тебе 10 секунд на то, чтобы попросить прощения или я тебя запрещу. Это просто клиника. Елена. Плохому танцору сапоги мешают. На самом деле поговорка говорит не о сапогах. Теперь все виноваты, кроме него. Наталья. Ничего святого не осталось. Рустам. Может быть, но жена под грехом, а не он во свете Библии. Елена. Он озлоблен на жену. Какой он христианин? Месть и злоба. Сергей. Так речь не о жене, а о нем. То, что он с ней не расписался в ЗАГСе, это уже о чем-то говорит. Тем более, сейчас не венчает без официального брака, насколько я знаю. Елена. Подкаблучник. Рустам. Сразу видно женскую солидарность, которая идет уже против заповеди. Рустам. Но их же повенчали все-таки. Сергей. Она-то в блуд пошла. Не он, это понятно. Но его поведение просто пугает. Елена. Если бы был главой церкви, то не ушла бы жена. Сергей. В итоге ребенок записан без отца, что он теперь хочет. Сергей. Не удивлен, что женщина от него бегает, как от черта. Рустам. Вы уже разберитесь, как вам лучше жить. По светским законам или по церковным. Елена. Он должен искать причину, случившуюся в себе. Чего непонятного? Сергей. Когда за тобой бегут мужики с камерами и орут, даю тебе 10 секунд, это просто ужас. Рустам. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Елена. Он был главой домашней церкви, и что? Сергей. Он же не один был, их было трое. Сергей. Ему повезло еще, что новый муж ему морду не набил там же. Рустам. А зачем вы, собственно, тут в православном чате находитесь, если евангельские законы брака вам не по душе? Сергей. В Евангелии нигде не написано, что ты должен бегать годами за женой, которая ушла от тебя, при этом отлучать своих детей от причастия за 10 секунд, да еще и в интернет все это транслировать. Я вообще удивлен, что его в храм допускают после его выхода. Сергей. Хотя о чем это я? Не удивлен. Рустам. В исламе или в иудаизме забили бы камнями эту женщину. Было бы лучше. Женщина сама виновата в том, что приступила заповедь. А то, что муж исполнял на камеру, это все спецэффекты. Не надо было доводить до такого его. Или не надо было вступать в брак с ним. Как всегда, думаю, энным местом. А потом всех винят и продолжают прелюбодействовать до конца жизни. Наталья Усатая. Побивание камнями только тут муж прелюбодей и ран. Калий Виталий. Слушай, Сергей, не разобравшись, рядить. Это куром на смех. Ему повезло еще, что новый муж ему борду не набил там же. Виталий, новый муж, как прелестно. Виталий Кориняков говорит. Сергей, в Евангелии нигде не написано, что ты должен бегать за там. Это поясняет это. Удивлен. Храм упускает после таких выходов. Вот такие вот слова, а то повторно. Так я вам сразу, так я вам сказал сразу, спросите об этом Инать Тихоновича. Правда, не факт, что он будет тратить свое время на сбор жизни очередного чудака из интернета. Для вас его ответ будет авторитетным. А мои я вас не заставляю. Принимать тем более видно, что вам импонирует Сутармин. Сутармин, этот самый, который, а Валерия обсуждает. А мне жалко этого человека. И очевидно, что он поехал в кавычках не туда. Виталий Калиников. У христианина могут быть две жены, могут быть две жены. Сергей, к чему начинать пустой диалог об этом? Есть каноны и правила. А свои фантазии Сутармину нужно оставить при себе. Сергей, при чем больные фантазии? Нет, при чем больные фантазии? При чем больные фантазии? При чем тут запятая должна быть? Он не поставил, а сразу меняется интонация. Виталий Калиников. Насколько я понимаю, копья ломают из-за этого пункта. Утром ко мне приехал один человек, он сильно хорошо помогал, это просто близко. Я только что начал начитывать Новые Заветы, Евангелие насчитал, Новые Заветы ему дал. Он приехал со слезами, с этими, говорит, я считал, да выходит, я и не понимал совсем. Вот даже он услышал в другой начитке с интервалом, и все записано. И он понял, что не считал даже, а уже верующий, может, лет 10 был. Евтушенко Сергей, я сбросил три ролика на эту тему. То, что вам этого мало, то, что вам этого мало, я сразу понял. Поэтому в третий раз отправляю вас к Игнату Тихоновичу. Да, действительно, она не слышит, что говорит, никто не пришел. Кавычки открыты. Если же какая вступит в брак с мужем, оставленным женою, не есть поэтому прелюбодейца, ибо вина лежит на той, которая незаконно оставила его, и которая, несомненно, прелюбодействует. Виталий Калиников, дайте ссылку на правило, пожалуйста. Евтушенко Сергей, в своей почитайте там же написано. Виталий Калиников, увидел. Толкование, синопсис. Виталий Калиников, жена и наложница разные вещи. Выходит, поэтому толкование при живой жене прелюбодейки можно жениться еще раз. Отлично. Православное двоеженство. Как прелестно. Сергей, можно и три. Что вас удивляет? Четыре нельзя, насколько я знаю. Сергей, ибо лучше жениться, чем разжигаться. Но за это несется эпитемия. Виталий, а еще и троеженство есть в православии при живой жене. Как интересно. Сергей, даже священник не может прийти к ним на брак. Видишь как, как интересно. Ты интонацию не меняешь. А это Виталий говорит, а еще и троеженство есть в православной, при живой отражении. Как интересно. Понимаешь, в это время он смеется над ними. Это большое дело. Это интонация. Интересно, как же так. Дальше. Сергей, даже священник не может прийти к ним на брак, на празднование брака. Калинников. Значит, жена связана с законом до смерти, а муж нет. Правильно я понимаю? Сергей, всякое бывает в жизни. Не нужно так плоско подходить к этому. Значит, жена связана с законом до смерти, а муж нет. Правильно я понимаю. Оба связаны. И церковь призывает стоять до конца. Но в жизни всякое бывает. И не все могут так жить. Ну не могут. Пусть живут, как хотят, но вне церкви уже. Вот этого не забывайте. Какое отношение церковь имеет к этому блудодейству-то? Зачем им лепиться, когда правила церковные не подходят до них? Отойди от них, что защищаешь-то это? Натягивать на нее, говорит, подолта. Она давно уже раздетая. Вы особо не слушаете меня? Я человек мимо вас проходящий. Сколько время говорил, а теперь я просто проходящий. Да твой интересный ребята. Спросите у Игна Тихоновича. Он для вас авторитет и, очевидно, может более объективный ответ дать. Это уже четвертый раз посылает. Четвертый. Видишь, а не должно внимания. Никто не спросил. Виталий, толкователи натолковали. В православии оказывается, можно трех живых жен по очереди сменить. Как интересно. Как интересно. Как интересно. Ну, попробуй посчитать, как Виталий говорит. Виталий говорит, толкователи натолковали-то. В этом православии оказывается, можно трех живых жен по очереди сменить. Как интересно. Ну, пускай он так говорит, Игнатий. Ну да, давай. Конечно, нужно у Игнатия сейчас спросить, сто процентов. Это какой раз? Пятый раз. Сергей. Ну, для этого должны быть основания для решения епископа или церковного суда. Виталий. Ну да, прелюбодейная справочка нужна. Ну да, Ижанна говорит. Ну да, прелюбодейная справочка нужна. Просто это превратилось в формальность, это уже, конечно, беззаконие. Ну да, прелюбодейная справочка нужна. А тут дело не в справочке, а в том, что люди не боятся получить эпидемию на 9 лет и не ценят причастие. То есть люди, не верующие отсюда, и такое беззаконие. Ну, разговаривать не о чем. Говорят, за хвост, за в яму. Как говорится, сорок поклонов и пошел с другой. Хотя спрашивать с неверующего что-то глупо вообще. Так глупо вообще. Отец Иоанн Суворов говорит, епископ вызвал и показывает. Вот такие две стопки, это бракоразводные. А придумали, что разводить это нельзя, но если епископ скажет, то можно. Правила написали. А это показывает, сколько у него есть. Это, кажется, сам отец Иоанн говорит. А я сказал, ладыка, венчать никого больше не буду развенчивать. На развенчивание нет правил, ни канонов, ничего нет. Они чужие. И все. Виталий, Мирской суд развел. Из ЗАГСа принес бумагу. Секретарь по имени епископа... От имени епископа? От имени епископа выдает справку. За неимением гражданского брака церковный венчанный брак утратил каноническую силу. Вот это да. Идешь с этой хартии к священнику. Плачешь пожертвования. В кавычках. Священник призывает, чтобы Господь славу и честью венчал. Кого? По синопсису жену. Не так ли? Какая прелесть. По синопсису жену. Не так ли? Сергей, что жену? А Виталий показывает как раз, что там в ролике. Сергей, мне ваши криншоты каждый раз загружать не очень удобно. Виталий, услышал. Сейчас отредактирую сообщение выше. То есть Виталий придумал, там ткнешь, разговор его идет. Вот писать не надо. И взять нечего. Сергей, где следует из синопсиса, что венчается только жена? Виталий, как вам эта цепочка, которую выше привел? Со справкой, как правило, приходят инициаторы развода. Сергей, преступная. Вы не подумайте, что я против деятельности Сутармина по приведению церковного брака в должное состояние. Тем более именно на эту деятельность у него есть благословение епископов, насколько я понимаю из его слов. Но его проблема в том, что он ее решает не там, где надо. Да нигде она не решается. Если при живом муже выйдет замуж при любодействии, ясно и он. Все. Остальные никакие соборы, никто уже ничего не может сделать. Христос сказал. Проблема лежит в том, что люди неверующие идут на венчание. Их не учат Слову Божьему. Вот. У них нет страха Божьего. Они не рождены свыше. Правильно. Отсюда вытекает следующее. Для таких людей невозможно назначить эпитемию, так как никто 9 лет, 7 лет, ее не будет держать, а просто уйдет из церкви. Вот этого они и боятся. Хоть грешник какой, мерзавец, но пускай, лишь бы церкви был, подсечки покупал. Раз люди уходят, то священники теряют прихожан, а с ними и доход. Поэтому они и эпитемии не накладывают нормальные. Люди не боятся грешить. Бог-то все равно просит до 40 поклонов по словам Попа. Вот и все. Отсюда и разводы, как из пулемета, летят. Грубо говоря, у меня позиция, как у Инатия Тихоныча. Попы скрыли Слово Божие. Люди не очищаться через него. Это мои слова берут уже. Люди идут в ад. Вот вам и лютые волки, нещадящие стадо. Причем нещадящие из-за мамоны, лени и желания власти. Из-за мамоны, лени и желания власти? Вот причина. Ну и на закуску, для вытрезвления. Поставил ролик. Виталий поставили. Виталий. Многие совратились с путей через красоту женскую. Это я вижу, из моего материала берет о семье. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужнею и не оставайся с нею на перу за вином. Чтобы не склонилась к ней душа твоя. И чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Можно пережить всякую рану, только не рану сердечную. И всякую злость, только не злость женскую. Какая она злобная тварь. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить с злой женою. А ходил, уговаривал, там, святы дарил. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих и, услышав о ней, горько вздохнет. Это его коротенькая жизнь, так она ее украсила. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий гречника допадет на нее. Вот раз не взял ее. Что восхождение по песку для ног старика, то сворливая жена для тихого мужа. Хорошее сравнение. Не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Подкаблучник. Сердце унылое и лице печальное и раносердечное злая жена. Лице. Почему прочитал лице, а не лицо? Так написано. Ну, а что так написано? Опущенные руки и расслабленные колена, жена, которая не осчастливит своего мужа. А не осчастливит, да? Дальше. От жены начало греха. И через нее все мы умираем. Ну, ладно, ладно, давай дальше потом. Мне надо заканчивать тоже уже. Ну, что дальше ты? Не будешь больше? Нет. Не давай в воде выхода и злой жене власти. Ну, давай, все.